здравствуйте уважаемые студенты занятия по русской литературе тема сегодняшнего занятия ребята михаэл александрович шолохов и тихий дом ребята перед занятием ознакомьтесь пожалуйста с целью занятия первое вы познакомитесь шолоховым и его произведением тихий дом второе будете развивать умение выделять главное анализировать и обобщать сравнивать прийти формируйте гуманистическое мировоззрение воспитайте в себе уважение к нравственным ценностям отраженном в литературе ребята пожалуйста запишите тему занятия тетрадь михаэл шолохов тихий дом я хотел бы чтобы мои книги помогали людям стать лучше стать чище душой пробуждали любовь к человеку михаил шолохов ребята вступление михаэл александрович шолохов ребята советский писатель обладатель нобелевской премии в области литературы автор таких известных произведений как тихий дон и поднятая целина был награжден нобелевской премии в области литературы его произведения печатались не только в ссср но и зарубежья ребята годы жизни писателя 1905-1984 детство писателя детство и юность ребята родился михаэл шолохов 11 мая 1905 года на хуторе кружилин ныне ростовская область семье служащего торгового предприятия ребята вы видите на фото родителей писателя биографии шолохова следует отметить что первое образование будущий писатель получил москве в годы первой мировой войны затем он учился в гимназии воронежской губернии в городе богуча приехав в москву для продолжения образования и не поступив на курсы рабфака вынужден был сменить множество рабочих специальностей чтобы прокормиться в то же время ребята в жизни михаэла шолохова всегда находилась время для самообразования давайте рассмотрим начало литературного пути писателя ребята вы видите дом которым жил шолохов 1919 1926 году ребята впервые его произведения были напечатаны в 1923 году творчество в жизни шолохова всегда занимала важную роль после издания фильеттона в газетах писатель публикует свои рассказы в журналах 1924 году в газете молодой ленивец опубликован первый рассказ из цикла донских рассказов шолохова ребята назвалась родинка позже все рассказы этого цикла были объединены в три сборника донские рассказы лазоревая степь и о колчаке крапиве и прочим так ребята расцвет творчества писателя широкую известность шолохову принесло произведение о донских казаках во времена революции и войны роман тихий дон 1928 1932 года ребята это эпопея со временем со временем стала популярна не только в ссср но и в европе азии ребята была переведена на на многие языки мира ребята есть специальный художественный фильм я вам рекомендую посмотреть очень интересно ребята еще одним известным романом шолохова является понятая целина этот роман в двух томах о временах коллективизации так этот этот роман получил 1960 году ленинскую премию с 1941 по 45 года ребята шолохов работал военным корреспондентом вот вы видите на фото когда он был военным корреспондентом ребята за это время он написал и опубликовал несколько рассказов очерков например наука ненависти на дону казаки и другие известными произведениями шолохова также является является рассказ судьба человека а также не оконченный роман они сражались за родину стоит отметить что важным событием биографии михаила шолохова 1965 году было получение нобелевской премии по литературе за роман эпопею тихий дон ребята последние годы жизни писателя 60-х годов шолохов практически перестал заниматься литературой любил уделять время охоте и рыбалке все свои награды передал на благотворительность и постройку новых школ ребята умер писатель 21 февраля 1984 году от рака и был похоронен во дворе своего дома в станице вешенской на берегу реки тон ребята вы видите шолохова и памятники ребята тихий дон роман год написания начала работы в 1925 году в 1932 году в 1932 году были готовы первые три тома четвертый том книги тихий дон был закончен в 1940 году ребята история создания роман создавался 15 лет претерпел массу изменений но принципиальные вопросы сюжета и смысловой стороны автор не изменил несмотря на отказ публикации давление цензуры и критики тихого дона опыт и литературный талант и удивительная работа работоспособность молодого автора принесли заслуженные плоды и нобелевскую премию тема жизнь донского казачества вперед первой мировой войны революции и гражданской войны композиции романа ребята композиция 4 тома масштабность событий и большой временной отрезок 10 лет жизни донского казачества описывается произведение жанр ребята роман эпопея направление социализм и или исторический реализм ребята ребята тема произведения смысл романа можно сформулировать следующим образом переломные годы для россии меняется не только политическая ситуация и жизнь людей ребята меняются взгляды и принципы людей война ломает судьбы и создает новый уклад тема и идея произведения показать жизнь донского казачества сложные для родины времена дух и законы уклад и философию их жизни вечные ценности этого свободного народа эта тема полностью разнообразно и масштабно что охватить все ее аспекты крайне сложно но писателю это удалось ребята анализ романа позволяет раскрыть все ключевые образы и идейную направленность произведения извечные проблемы взаимоотношений уважение к старшим любви к женщине родине земле и труду отражены в романе шолохова ребята вы видите кадры из фильма тихий дон посмотрите пожалуйста вы видите главного героя григория мелехова аксению и других героев ребята проблематика книги проблематика книги подчинена идея романа жизненный уклад казачества связи с историческими событиями это то что является сюжет образующим и смысловым центром романа чтобы обозначить смысл название романа ребята изначально изначально автор хотел назвать его донщина нужно увидеть скрытую антитезу смысловом плане произведения и образе тихой спокойной реки реки она была и будет ее течение спокойно и неспешно а жизнь людей которая тесно связана с матушкой рекой бурная стремительная и неспокойная у тихого дона стремительно меняются поколение идет братоубийственная война меняются устои и традиции философская суть книги жизнь человека и течение реки очень похожи но люди уходят а стихия остается ребята давайте теперь рассмотрим жанр направлений композицию подробнее хорошо ребята тихий дон это несомненно типичный представитель реалистического литературного направления автор стремится к созданию достоверной атмосферы которая персонажа соответствует окружающему миру и гармонично развивается в соответствии с происходящими вокруг событиями жанр произведения исторический роман шолохов старается как можно точнее изобразить в своем творении реальные исторические события которых принимают участие его герои повествование время от времени появляются исторические личности того периода вроде троцкого или потелкова присутствует название реальных городов и боевых частей соблюдена география композиция роман романа уникальна тем что порой повествователь открывается отрывается от героев рассказывая нам о движении целых армий и государств но потом всегда возвращается к повествованию от лица простого человека помимо конкретных действий героев и событий книга наполнена психологизмом и философскими рассуждениями особое место в произведении занимает описание природы и ее взаимодействие душевным состоянием персонажей главные герои и характеристика система образов в романе невероятно многообразной богата ребята повествование упоминается более 700 героев представьте себе григорий миляхов противоречив и многогранен это запутавшийся искатель правда его жизнь без бездумно но подчинена традициям григорий миляхов будто живет без интереса следуя традиционным принципами правилам даже страстная любовь к ксения не всколухнула в нем жажду жизни не являясь сторонником кровавых мер григорий был вынужден взять в руки саблю особое место в романе отведено образом наталии ее образ связан с любовным треугольников котором две женщины полюбили одного мужчины жизнь наталья трагична это жена миляхова ребята наталья трудолюбивая работящая женщина и образ является олицетворением незыблемых нравственных устоев образ аксения является центральным произведением аксения ребята сильно независимая привлекательная женщина способная пожертвовать собой во имя любви образ аксения образ истинной казачки героиня шла за любимым подчиняясь любви и страсти критика роман был высоко оценен самим максимом горьким который способствовал скорейшему выходу новых частей некоторое время писатель обвиняли в симпатиях белому движению однако иосиф сталин после встречи с шелохом отринул эти обвинения ребята вы на фото вы видите шелохова горького иосифа сталина ребята практическая работа укажите литературное направление для которого характерно объективное изображение действительности и в русле которого развивалось творчество шелохова второе задание какому роду литература относится тихий дон запишите слово в именительном падеже ребята хорошо третье задание для чего шелохов использую диалектную лексику в романе тихий дон четвертое как решается проблема нравственного выбора человека в прозе шелохова и последнее задание за какое произведение шелохов получил нобелевскую премию хорошо идем дальше ребята заключением тихий дон шедевр шелохова повествует нам о грозном величественном времени тихий дон это живое дыхание истории не в абстрактном плане идей даты чисел а с высоты человека совокупности его жизни ребята домашнее задание первое пожалуйста прочитайте роман тихий дон шелохова второе и приготовьте 10 вопросов с ответами по роману третье задание выразительным выразительное чтение монолога одного из главных героев ребята сегодня у нас была новая тема михаил александрович шелохов и его роман эпопея тихий дон на этом занятие окончилось я с вами прощаюсь до свидания спасибо ребята вам за внимание